Привет! Сегодня мы поговорим о том, как умные транспортные средства могут сделать нашу жизнь проще. Для этого мы пригласили в нашу студию Глеба. Привет, Глеб! Здравствуй, Юля! В интернет-магазине Телли можно купить не только телефоны и планшеты, но также электросамокаты, гироскутеры, скейтборды. Расскажи, пожалуйста, каков твой выбор и почему? Я выбрал себе электросамокат, потому что из сказанного тобой списка это мне показалось единственным средством передвижения. Гироскутер — это все-таки гаджет, который очень сильно зависит от асфальта, не двигается быстро и не позволяет куда-то приехать. И рула, она все-таки опасна, она быстрая, она просто опасная, как показалось. Поэтому выбрал самокат. И как часто ты передвигаешься на самокате? К сожалению, намного реже, чем хотелось бы, потому что супруга и ребенок распробовали, и самокат постоянно используется ими. Может быть, раз в неделю получается выбраться. А есть ли какие-то особые моменты, на которые следует обратить внимание? Моментов много, потому что самокаты уже образовали из себя отдельный класс техники, которые, в свою очередь, делятся на несколько типов. Есть маленькие легкие самокаты, которые обычно хранятся в багажнике автомобиля и используются, чтобы доехать буквально последний километр от парковки до работы. Они в Эстонии практически не используются, и для них самое главное — это быть маленьким, легким и не мешать. Скажи, пожалуйста, на что стоит обратить внимание при выборе самоката? В первую очередь следует обратить внимание на твои сценарии его использования. То есть это просто гаджет для развлечения. Ты будешь на нем ездить на работу, в магазин, по делам или просто проводить свободное время. И дальше тебе следует посмотреть на то, сможешь ли ты за ним ухаживать. То есть его надо заряжать, его надо где-то хранить, и его нужно водить желательно по хорошим дорогам. То есть если ты знаешь, где ты будешь ездить, где ты будешь заряжаться, и у тебя нет проблем с этим, то тебе подойдет любой самокат. Если тебе придется его поднимать, например, на зарядку на какой-то высокий этаж без лифта, то тебе нужен только легкий самокат. Если тебе где-то нужно будет проехать хотя бы 200 метров по полю, тебе обязательно нужен самокат с надувными шинами, и желательно с большими колесами. То есть большинство сложностей их можно как-то превзойти, преодолеть, выбрав правильный самокат. Если ты живешь в идеальном месте, где есть электричество, хранение и ехать недалеко, тебе подойдет любой. Можно выбирать по цвету. А есть, может, какие-то ограничения в передвижении, может быть, места, куда нельзя брать самокат? К счастью, наши законотворцы пока не добрались до самокатов. Поэтому самокаты, они приравниваются к пешеходам. Ты можешь абсолютно свободно ездить по тротуарам, ты пока что можешь ездить без шлема. По-моему, максимальная скорость в Эстонии тоже не ограничена. Но в этом могу ошибаться. То есть просто трезвое мышление и езди где хочешь. А как быть с погодой? Это зависит от тебя. Потому что большинство современных моделей электросамокатов, они защищены от брызг. Они спокойно могут проехать по луже, могут проехать по пыли, им ничего не будет. Единственное, чего следует бояться, что когда ты будешь ездить много, покрышки сотрутся, и на сликах будет сложно по мокрому асфальту. Может немножко занести. Но это минимальная опасность из далекого будущего. А сколько километров можно проехать до полной разрядки аккумулятора? Зависит от аккумулятора. Но в целом безопаснее считать, что обещанное производителем расстояние деленное на два. Тогда ты можешь ехать и в горку, и против встречного ветра, и по полю, и ты справишься. То есть если обещано, что самокат проезжает 30 километров, то исходи из маршрутов, где тебе нужно ездить километров по 7 туда и обратно, тогда ты гарантированно вернешься домой. И если аккумулятор все-таки разрядится, то на электросамокате можно просто толкаться ногой и ехать как на обычном. Ничего страшного не произойдет. А может есть смысл купить дополнительный аккумулятор? Вполне имеет смысл. Но это делает самокат чуть-чуть тяжелее. И опять же, если тебе его сложно поднимать наверх на зарядку, это осложняет использование его. Обычно базовый аккумулятор достаточно долго является достаточным. А можешь рассказать немножко о том, кому подойдет самокат? Самокат, в первую очередь, это средство передвижения. То есть он не является каким-то большим развлечением, он не является спортом. Это именно транспорт. То есть он может подойти тем, кому нужно перемещаться, предположим, километров от 2 до 7. Из точки А в точку Б. Потому что ехать на нем слишком долго, скорее всего, будет дискомфортно. Пройти меньше километра можно пешком. Но если тебе нужно через пробки, предположим, передвигаться километров на 5, то самокат – это идеальный вариант. И, опять же, самокат подойдет, если тебе есть где его хранить, потому что он от вандалов не защищен никак. Там всегда есть куча проводков, реостатов, которые можно сломать буквально за секунду. Тебе нужно, чтобы его было где заряжать, то есть чтобы не таскать, опять же, домой на какой-то этаж без лифта наверх. И у тебя не должно быть обязанностей, вроде детей, которых нужно забирать из садика. Вместе на самокате ехать очень неудобно и, по-моему, даже запрещено. То есть молодой человек, которому нужно перемещаться недалеко, который не несет с собой большого груза, он, скорее всего, будет абсолютно доволен самокатом и будет пользоваться им ежедневно. И зимой очень по нему скучать, когда не сможет пользоваться. Спасибо, Глеб, за подробный обзор. С вами была передача «Дигитарк». До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин